Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. С вами Ольга Алексеева. Вот уже на протяжении месяца жители Чувашии живут в режиме самоизоляции. Выходить из дома нежелательно, но походы в магазин никто не отменял. За этот месяц увеличилось количество продажи спиртных напитков, хулиганства и бытовых ссор. Подробнее об этом нам расскажет главный нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булагина. Ирина Евгеньевна, здравствуйте! Здравствуйте! Начнем с цифр. Действительно увеличилось количество продажи спиртных напитков в нашей стране и в Республике? Вы знаете, действительно, в наше сложное время наша статистика российская показывает о том, что реализация спиртосодержащих напитков увеличилась. И что самое интересное, что увеличилась реализация крепких спиртных напитков. В первую очередь, это реализация виски выросла на 41%, водки на 32% и пива на 26%. Эти цифры были озвучены вчера на видеоселекторном совещании, проводим институтом Сербского, город Москва, нашим курирующим ведомством. То есть здесь какая ситуация? Мы сегодня понимаем, что мы живем в режиме повышенной готовности, и люди выбиты из привычной клеи. И на стресс они пытаются найти какую-то отдушину. И не умея и не зная, что в стрессовых ситуациях потреблять алкоголь нельзя, они, к сожалению, сегодня начинают потреблять алкоголь, и в результате возникают медико-социальные последствия, которые выражаются как раз и в росте преступности, и в росте суицидов, соответственно, в росте тяжелых алкогольных поражений. А изменился статус покупателей, возраст? Мы четко видим, по лицам, которые доставляются к нам на освидетельствование, действительно идет рост правонарушений, независимо от возраста, статуса социального человека. И также полового различия, то есть доставляются на медицинское освидетельство не только привычные мужчины, но и женщины. То есть я вам хочу сравнить вот неделю с 23 по 28 марта, там доставили на освидетельство не дорожно-патрульных служб и каких-то других вещей, связанных с наркотиками, 4 человека, то с 23 по 28 было доставлено 28 человек на освидетельство не медицинское, то есть именно связанное с состоянием алкогольного опьянения, в результате которого они совершали административные правонарушения. Поэтому идет рост. И кроме того, очень неприятная цифра есть в Российской Федерации, что сегодня растет рост и отравлений, в том числе и не этиловым спиртом, а спирт-содержащими жидкостями. Тоже я привожу цифры, которые озвучил наш Институт Сербского. То есть в России зарегистрировано за период коронавируса 3117 случаев отравления различными суррогатными формами алкоголя. 320 из них умерли, 62 человека ослепли, и 284 человека нуждались в проведении гемодиализа. О чем это говорит? То есть первая причина – это фейки, которые сегодня распространяются в социальных сетях о том, что спирт противодействует проникновению коронавируса. Уважаемые жители нашей республики, я хочу обратиться к вам. Это миф, и это страшный миф, потому что именно алкоголь нарушает иммунную систему человека, и он как раз усиливает патологию легких, потому что пневмонии у людей, которые находятся в состоянии алкогольного эксцесса, всегда протекают крайне тяжело. И они очень часто, даже вне всякого коронавируса, могут закончиться тяжелыми последствиями вплоть до летального исхода. Второй момент. Ведь когда человек находится в стрессе, он как кролик в тумане, загнанный в угол, он должен иметь трезвый разум для того, чтобы принять взвешенное решение. Алкоголь никогда никому не может помочь в сложной жизненной ситуации. Третий компонент, почему не надо употреблять алкоголь. Ведь мы сегодня живем действительно в кризисе. Мы видим и проблему заработной платы, проблемы у наших мелкого и среднего бизнеса. Это много вопросов посвящено, как помочь им. И вот в тот период, когда действительно финансовая сложная ситуация, очень важно четко посчитать, а алкоголь уносит деньги. Вот я честно хочу сказать, но я уже много лет работаю, и все-таки жизненный путь достаточно большой. Я не понимаю, как можно тратить деньги на алкоголь. И иногда меня просто убивают ситуации, когда взрослые люди вместе с детьми приходят в магазин, вместо того, чтобы что-то купить ребенку, чтобы какой-то компот с окна, это можно сделать еще и самим, они покупают алкоголь с радостными лицами, бегут, что они приобрели алкоголь. То есть никогда алкоголь нас не делал богаче и счастливее. И, соответственно, четвертый компонент, то, что мы находимся в режиме самоизоляции, в замкнутом пространстве, коммуникации у многих людей нарушены в семье. И вот те мелкие обиды, которые были, они начинают всплывать. И отсюда возникают конфликты. Поэтому в этой ситуации, в чрезвычайной ситуации, в сложной ситуации мозг должен быть трезвым. Потому что еще Аристотель говорил, что алкогольное опьянение – это добровольное сумасшествие. А что касается сигарет, табака, есть такой миф, что тоже люди, которые курят, риск заражения минимален. Это тоже, конечно… Вы знаете, вообще я хочу сказать, что у курильщиков вообще проблема бронхолегочной системы стоит очень остро. Ведь любой курильщик со стажем, он уже имеет хронический бронхит. У него при длительном курении возникает амфизема легких. И именно это те люди, которые являются мишенью выбора коронавирусов. Поэтому очень много сегодня мифов. И нужно включать критическое мышление, понимать ни в коем случае заново не начинать курить, если кто-то остановился, и вообще беречь свое здоровье. Понимаете, если человек с хорошей иммунной системой, имеет активный образ жизни, если он находит себе силы найти что-то новое и интересное. И здесь его иммунная система никогда не даст сбой. И мы знаем такую очень интересную фразу. Раны у победителей заживают быстрее, чем у побежденных. То есть наш эмоциональный статус – это наша защита от коронавируса. И, наверное, многие, вот даже вы знаете, такие примеры, иногда у вас все хорошо. Там весна на улице, цветы. У вас дома ребенок радостный, какие-то события приносит, занимает призовые места, у вас глаза горят. И даже если все болеют, вы находитесь в ресурсном состоянии. Поэтому нельзя уходить в уныние. В жизни очень много интересных вещей, которыми можно заняться в период самоизоляции. Так, Ирина Евгеньевна, как же отвлечься от мысли об алкоголе и занять себя чем-то. Ну, во-первых, алкоголь – это не та ценность, которую должна занимать наше сознание. Первое – это нужно посмотреть на себя. То есть что я, кто я. Продумать, что же было в моей жизни не той отправной точкой. И кто, например, никогда не читал стихи, почитать стихи. Полезь в старый альбом, вспомнить наших дедов, бабушек, прадедов, которые погибли или которые прошли действительно очень тяжелый путь для того, чтобы мы с вами жили счастливо. Потому что мы не испытали голода. У нас трагедия, если даже нет горячей воды. А они пережили все, чтобы мы жили. Поэтому вспомнить их. А, возможно, даже написать свою родословную автобиографию. Именно подготовить материал вместе с детьми, внуками. Ирина Евгеньевна, впереди у нас майские праздники. Потом праздники 9 мая. Что вы можете пожелать и посоветовать нашим жителям Чуваши? Уважаемые жители нашей республики, я хочу пожелать вам самого главного – здоровья. Здоровье – это бесценный дар, который нужно беречь. Поэтому в эти дни, в праздничные дни, займитесь своими личными делами, своими душевными делами. Я уже говорила, что ни в коем случае не потреблять алкоголь и не заниматься саморазрушающим поведением. Берегите себя и своих близких. И мы обязательно справимся с коронавирусом. Спасибо вам большое, Ирина Евгеньевна, за беседу. А я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». У нас в гостях была Булыгина Ирина Евгеньевна, главный нарколог Мездрава Чуваши. Полезных вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова